ПРАВДУ СЕВЕРА Павел Кононов сегодня у нас в гостях. Павел, здравствуйте. Здравствуйте, Катя. Ну, вообще, Устьянская Сыпчина ассоциируется у нас с каким-то красочным фестивалем, с праздником прежде всего. Но оказывается, характер у этого мероприятия, в общем-то, большей частью деловой. Я позволю себе привести цитату. Деловые площадки – это романовские чтения, образовательный форум, межрегиональный семинар мастеров декоративно-прикладного творчества, научно-практическая конференция пчеловодов «Семинар развития гастрономического туризма». Вот как раз на этой гастрономической стороне дела и хотелось бы остановиться. Насколько мы понимаем из статьи, в рамках Устьянской Сыпчины проходил конкурс напитков. Кто в нем участвовал и кто судил этот конкурс? Конкурс напитков, на самом деле, это была все-таки маленькая часть всего большого праздника, фестиваля, конференции, как сказать. Участвовали все, участвовали муниципалитеты, поселения, люди, коллективы какие-то. То есть смысл этого конкурса в том, что это напитки, которые, в принципе, люди готовят всегда сами для себя, это часть образа жизни. И провести между ними конкурс, первый раз это попробовали, но идея, на удивление, казалась крайне удачной и, видимо, станет началом более серьезных проектов. То есть эти напитки готовят в Устьянах или вообще в других районах нашей области? Я подозреваю, что их много где готовят, но в данном случае, я так понимаю, что это все-таки была продукция Устьянского района. Ну и много ли вообще вариаций на эту тему было представлено? И расскажите, каковы были жюри конкурса? Я знаю, что это достаточно эксперты высокого класса. Вариаций было какое-то бесконечное множество, огромное количество. Кроме всего, там был конкурс «Отвлекусь». Там одна из целей, основная цель вообще фестиваля, организаторами обозначалась как сохранение традиций. Поэтому свои, скажем, стенды, палатки готовили поселения, муниципалитеты, кто-то еще. И там везде были как раз напитки, мед, квас, битень, пироги, блины, грибы, картошка. Много-много там выступления, гармошки, коллективы творческие. Поэтому вот этого всего было очень много, все очень разнообразно. Жюри было, видимо, свое, из организаторов конкурса. И мне кажется, что до последнего момента никто не представлял, на какой вдруг уровень судейства на этом конкурсе выйдет. Потому что участвовали в этом всем люди, которые очень авторитетом являются именно в сфере гастрономии. И есть такое слово нерусское «энагастрономия». Это когда речь идет не только о продуктах, о еде, но и о напитках. Сочетающиеся. О алкоголе. Когда охватывают всю эту сферу. И вот господин Глеб Турман, президент эндагастрономического центра международного в Москве. И его коллега, который является главным редактором журнала «Энотека», тоже посвященного соответствующей тематике вина, напитки. Они, по-моему, не чаяли судить конкурс. Но в последний момент, когда у жюри возникла проблема, конкретно не могли договориться о первом и втором месте. А тут как раз пришли с прогулки по поселку Октябрьский и вот эти уважаемые люди. Им предложили высказать свой квалифицированный вердикт. А то есть все произошло случайно. В общем-то и участники конкурса не знали, что их будут судить на таком высоком уровне. Нет, по крайней мере это не заявлялось. Я думаю, что это вот, может быть, кто-то планировал из подваль. Но дегустаторы подошли к этому со всей серьезностью, потребовали правильную посуду, долго там пробовали, спорили. И я там привожу, можете проситировать. Да, очень интересное описание всего происходящего, описание процесса дегустации, оценки. Да, я, пожалуй, зачитаю. Этот квас гораздо интереснее, он гораздо сложнее, сделан тоньше, у него очень яркий вкус, чудесно выражена хлебная корочка на финише. Он интереснее, чем первый. Первый плоский, короткий, лишенный объема, он совершенно без затей. А этот сложно сделанный, мед, цветы, хорошая горчинка, у него очень долгий финиш. Это вот как раз вердикты жюри, так скажем. Да, организаторы, когда конкурс сделали, они так глубоко не смотрели. Конечно, они сделали, ну, не так, как бы это не надо делать, там, видимо, по каким-то вот этим специальным правилам. Они не разделяли эти напитки по категориям. То есть, конечно, эксперты, ну, сразу бы сказали, что невозможно оценивать одновременно квас, морс, особенно морс, сбитень, медовуху, вот разные напитки. Даже квасы можно там как-то по категориям разделять, наверное. Но, действительно, во-первых, они отметили, что вот один, по крайней мере, один из продуктов очень-очень хорошего качества. И, ну, такого не бывает в больших городах. То есть, в общем-то, эксклюзив такой, да? Да, да. И немедленно, тут же на месте, в общем, буквально сгенерировали идею и бизнес-план, за который, кстати, в устьянах сразу же ухватились. Ну, вот наверняка же была какая-то подоплека у этого конкурса, какая-то потаенная цель, да? Какие-то дать направления развития, может быть, какие-то советы. Еще раз, об задачах Сыпчина. Одно — сохранение традиций, а второе — это создание, возможно, условий для новых импульсов. И вот приглашение на Сыпчину в рамках семинара по гастрономическому туризму действительно очень компетентных и, я подозреваю, очень влиятельных в этом деле людей, вот это, в общем-то, и было толчком. Потому что накануне они выступали на семинаре, и то же, то есть то, что начиналось как изложение вообще этих знаний очень новым для нашей области, новой отрасли, оно и там уже стало переходить сразу в какие-то практические вещи, переходящие в бизнес-идеи. Ну, и идеи были предложены. Идеи были предложены. Каковы? Вот что касается кваса, закончу. Они немедленно предложили, что, ну, много говорится о брендинге районов в каких-то вещах, которые вот очень местные, которые востребованы на рынке туристическом в том числе. Они немедленно предложили провести вот прямо здесь, в Устьянском районе, в следующем году хорошо подготовленный профессиональный дегустационный конкурс квасов или напитков, или медовых, это уже дело организаторов. И вот эти вот господа, дегустаторы, они говорят, что специалисты, опять же, дегустаторы, еще поединоги экспертов по квасу есть они, нет, причем... Ну, достаточно, да, редкая профессия, наверное. Но если они есть, если им будет предоставлена возможность дегустировать вот эти вот квасы, которые изготовлены в деревнях в Устьянском районе Архангельской области, они приедут с радостью и интересом, потому что это их часть профессии, это накопление опыта, вкусов там и так далее. Вот, и в Устьянском районе этот конкурс, судя по намерениям организаторов Сыпчины, он судя по всему через год произойдет. Ну, то есть, подхватили идею. Да, да, да. Будем надеяться. А вам-то удалось попробовать напитки? Я попробовал, но я вот не могу так компетентно и красиво судить. То есть, вот эти вот тонкости, они доступны только профессионалам? Нет, мы же можем рассуждать на уровне нравится-не нравится. Ну, то есть, ваши точки зрения совпали с точки зрения экспертов? Я не могу сказать, я же ведь не знаю, что именно я пробовал и что там победило. Потому что, действительно, этих напитков было много, десятки. То есть, очень-очень большой вообще ассортимент, да? Это и медовуха, и брага, и квас, и морс? Ну, я насчет браги не скажу, но вот квас, морс, квас на ягодах, на бруснике, на черемухе, сбитень. Я не твердо знаю, что такое сбитень, но сбитни там были. Но вкусный. По-разному, зависит от авторов. Павел, в интервью с Леонидом Гелептерманом вы говорите о том, существует ли в России гастрономический туризм. Вы задаете ему такой вопрос. Сейчас этот вопрос мне бы хотелось задать вам. Так, существует ли в России гастрономический туризм? Он говорит, что, конечно, в том классическом виде, как это бывает в мире, когда люди едут куда-то специально для того, чтобы где-то вкусно поесть, что-то попробовать. Ну, что такое гастрономический туризм? Этого, конечно, в России нет. Как нет, например, так называемых мишленовских ресторанов, которые есть в мире, которые строго оцениваются, очень редко относятся к этим, там, одной, двум, трем звездам или просто упоминаниям в каталоге мишлен. Вот у нас такого нет. Но что у нас есть наверняка, это то, что возможность попробовать местную кухню является одним из поводов поехать в тур. В этом смысле он, конечно, есть. Ну, достаточно прозрачное у нас гастрономическое понятие само в России. Ну, оно у нас, я подозреваю, что я его, наверное, только что и услышал совсем недавно, да? Вот, как и многие люди. Конечно, это, как говорил и Дептерман, ну, в принципе, это общее место, то есть это вопрос времени, развития, эволюции. То есть, чтобы и люди, ну, хозяева заведений, например, учились готовить какие-то блюда, которые очень местные, очень локальные. То, что пользуется, по словам специалистов, спросом на рынке. Но чтобы при этом и сервис был достойный, с чем у нас проблема, и при этом, чтобы об этом знали потенциальные гости. Чтобы они знали, куда ехать, что их там ждет, что то, что их там ждет, он там будет. Ну, вы говорите о возможностях развития гастрономического туризма, в том числе и в нашем регионе. Вот кто может развить эти возможности, кто может их реализовать прежде всего? Ну, вот об этом тоже был разговор. У нас, ну, вот с точки зрения журналиста, когда мы общаемся с районами, с представителями администрации местных, у нас создается впечатление, что во многом каким-то развитием туризма, фестивалями, конкурсами занимаются представители государства, с этих администраций. С другой стороны, конечно, гастрономия, общественное питание – это дело бизнеса, о чем и говорит все-таки Леонид Дептерман. То есть государство должно создать условия. Как то, например, вот такой фестиваль. Да, провести фестиваль, создать условия какие-то безопасности, санитарные нормы, там еще что-то такое. Все остальное – дело бизнеса и дело потребителей, гостей. То есть, если, даже я, если я еду из Архангельска в командировку в какой-то район, который все-таки является местным, какой-то туристическим каким-то районом, Каргополия, Устьяна, Соловки, я надеюсь на то, что я приду где-то покушать, и там будет что-то местное. Особенное. На Соловках будет Соловецкая селедка, например, или там Треска, которая там тоже ловится. В Каргополии свои вещи, в Устьянах, там, в реке Устье Хариус, например, водятся. И все это зависит, собственно говоря, от хозяев. Это зависит от хозяев и от клиентов. То есть, если клиенты будут просить, чтобы им все-таки подали местного Хариуса, а не какую-то общепринятую котлету московскую, то, наверное, будет стимул и у рестораторов, и чтобы это все было. То есть, наш с вами совет посетителям мест общественного питания – требуйте, просите местную кухню. Да, местную кухню, качество обслуживания, хорошую посуду. Павел, спасибо вам большое за интересную, вкусную беседу, за прекрасный материал. Мы вас ждем вновь в этой студии. Спасибо, Катя. В нашей студии был журналист областной газеты «Правда Севера» Павел Кононов. Увидимся ровно через неделю. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!